Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян И слушатель пишет А разве борьбу западной коалиции с исламским государством нельзя сегодня называть странной войной? Мне кажется, очень точное замечание И в данном случае исторические аналогии работают Миш, ну начнем с этого дахийского раунда, с этой дахийской встречи Понимаешь, все, что я сейчас скажу, можно было сказать месяц назад Месяца два назад, три, собственно, от лица компании и от своего, собственно, конечно Игорь Михайлович Сеичин говорил то же самое Потом мы говорить перестали, но поскольку существует некая солидарная позиция Зачем нам? Мы же не вредители, да? Российское правительство, там, ну, был отряжен Он ведет определенную линию В общем, задача была скорее информационная Ты вот спросил, что ждать после духи, а что было ждать до духи? На самом деле, мероприятие было тухлое В силу совершенно объективных вещей То есть уровень противоречий участников ключевых Такой, в первую очередь, речь идет о Риане и Саудовской Аравии Что договориться практически невозможно Иран просто не хочет договариваться Его можно понять, ему не о чем договариваться Совсем не хочет А с Удитом не хотят договориться без Ирана Значит, я сейчас не буду рассказывать, какие отношения у Судитов с Ираном Просто я хочу сказать такую вещь Что есть некая даже, на мой взгляд, вред от этого мероприятия Который связан с тем, что даже если бы удалось договориться, предположим Ну, хотя бы информационно То у рынка создалось бы впечатление, что цены стабилизировались Нет Не то, что проблема решена Что проблема решена или цены стабилизировались Сигналы поданы за счет искусственного сгорлора участников рынка А не за счет естественного восстановления равновесия Если бы диспропорции на рынке были бы чудовищными А естественное равновесие было бы далеко Наверное, может быть, эти усилия были бы более продуктивными Потому что жить-то хочется В том числе и Саудовской Аравии Потерявшей 100 миллиардов долларов в прошлом году И ничего за это не получившей Совсем ничего Вот Но ситуация на рынке таковая Значит, добыча ОПЕК в целом Включая Саудовскую Аравию Падает Если не считать трех стран Которые восстанавливают утраченную добычу То есть не то, что они там что-то такое сильно наращивают Они просто восстанавливают утраченную добычу Это Иран, Ирак и Ливия По-разному В результате войн, в результате санкций Там добыча была зажата Вот, заморожена Значит, без них добыча ОПЕК падает Добыча в США падает Падает и будет падать При этих ценах будет падать неизбежно Да И мы вот В ближайшее время увидим достаточно серьезно Но есть прогноз там Что она упадет на 0,7 за этот год 0,7 баррелей в сутки Да 0,7 миллионов Значит Больше, меньше Но это уже довольно большое падение Да Если мы не увидим, наконец Миша, мам Банкрот сланцевых компаний Да, понятно Можно дурацкий вопрос тебе задать Да Подожди, я просто до конца Добыча в Европе Ну О покойниках О покойниках Да Либо хорошо, либо ничего Вот При этих перспективах Там, понимаете Большая инерция Когда у вас сделано Огромное питаловложение Даже если у вас Операционные расходы Большие и так далее Да, все равно Вы будете продолжать добычу Поскольку пока Они уже сделаны Они уже То есть ты бы не стал То есть убытки Ты фиксируешь Но тем не менее Да, она течет Вот Но тем не менее Эта инерция тоже кончается Потому что рынок За прошлый год потерял 250 миллиардов долларов Инвестиций Эти инвестиции Сейчас продолжают Теряться Да То есть это не Стационарная цифра И эти Несделанные инвестиции Дадут свой результат Безусловно И я повторю То, что говорилось Сеченым Значит, что К концу Следующего года Баланс будет восстановлен Естественным путем Если, конечно, не произойдет Никаких эксцессов Это может Баланс может восстановиться И раньше Или не восстановиться Никогда Но есть вещи, которые Как бы не зависят От движения рынка Потому что спрос растет Он растет медленнее История с Крахом Китая История, на самом деле В значительной степени Выдуманная спекулянтами Потому что Да, Китай Замедляет Темпы роста Но если мы возьмем Физический объем Этого роста То он увеличивается Не уменьшается Да, потому что База меняется Да, то, что Те 12 там Процентов 10 процентов Которые Китай Показывал 10 лет назад И нынешние 6 Это разные проценты От разного объема Совсем от разного Ну и абсолютные Да, абсолютная цифра Как раз Значит Значит И что самое главное Что отсутствие Этой договоренности И это не есть хорошо На самом деле Оно, конечно, ведет К очень серьезному Скачку цен Потому что Мы Значит Последовательно Идем к формированию В будущем Дефицита Предложения Который Еще раз говорю Выбывшие капиталы Уложения Огромные Вот Который Не сможет быть Быстро восстановлен А значит Дефицит на рынке Который нельзя Быстро восстановить Приведет К очень серьезному Скачку Цены на нефть В котором Не заинтересовано На самом деле Никто Потому что Это дестабилизирует Рынок И Конечно Вместо того Чтобы заниматься ерундой Хотелось бы Чтобы Мир занялся Этой самой стабилизацией Но опять же Интересы Различных игроков Настолько различны Что Кондинированной политики Да Достичь координации Очень трудно Потому что Нету цели Достичь координации Все хотят Чтобы было Вот как Как у них Но не хотят Для этого Тени на какие В принципе Почему Доха состоялась Это тоже Симптоматично Потому что Все кто туда приехал На самом деле Хотели Чтобы цены Были больше Чтобы они Восстановились Вот тут Есть консенсус Никто не хочет Жертвовать Но то что Все хотят Чтобы цены Были нормальные Все участники Рынка Да Вот И не только Производители Ну потому что Мы видим Просто на уровне Рыночных индикаторов Что падение цен на нефть Бьет по рынку Бьет по росту Экономическому Международный валютный фонд Вот Это Великие программисты Всего мирового роста Заявляют Что падение цен на нефть Может послужить Основанием Для серьезного коллапса Всей мировой экономики Немного Это я дословно Почти Значит Никакого коллапса Не будет Потому что Не будет Никакого падения Кстати Между прочим Реакция на Доху Очень ограничена Три процентное Падение цен Даже для спекулятивной игры В максимуме было 7 Сейчас уже 3 Да Для спекулятивной игры Это не Ну вот скажи Вот префицит Дефицит Я все таки дурацкий Свой вопрос задам Действительно дурацкий Вот По официальным данным Превышение Префицит Добычи Составляет Полтора миллиона Баррелей В сутки Ну Вот скажи мне пожалуйста Слово официальные данные Очень условно Это данные Различных Значит Выживавших ранее Большое уважение Агентств Большей частью Американцев Ну вот и наш министр Тоже этими данными Оперировал Ну в основном Да Оперирует Вот скажи Вот интересно Полтора миллиона Баррелей в сутки А вот можно Мне ответить Как в этой Школьной задачке В одну дырку Вливается В другую Выливается В бассейн Куда девается Каждые сутки Полтора миллиона Баррелей Уэллстрит Баррелей В Уэллстрит Джорнл Где-то наверное Сколько Недели две Три назад Физически Куда девается Публиковала статью Из которой Выяснилось Что из этих Полтора баррелей Половина Восемьсот Да Восемьсот тысяч Ее не могут найти Невоятно где они есть И Они высказали Они Они Аналитики Уэллстрит Джорнл Да У которых Высказали предположение Что это ошибка статистики Что этого превышения нет Хорошо Ошибка статистики Ну Но Семьсот тысяч Миш Ну я вот Физические В трубопроводах В хранении В хранилищах И так далее Эти Они фиксированы Сколько Уже полтора года Это превышение держится Даже больше Не но Она же расходуется За полтора Кстати Кстати между прочим Если бы у России Были бы мощности По хранению нефти Например Ведь в идеале Нужно снижать Не добычу А предложение на рынок А продажу Экспорт Конкретно даже Просто экспорт Вот Просто экспорт Но У нас Нету Ресурса Для того Чтобы Держать эти Складировать Да А ведь Имея стоки Вы можете влиять На цену В том числе Это один из многих Многочисленных Инструментов Да Конечно Глупо было бы Взять Создать например Огромное хранилище Больше никаких инструментов Не иметь И значит Все это Значит Финансировать Все это содержать Да Это один из инструментов Поэтому если Уже есть какая-то идея Значит Каким-то образом Больше влиять На ценообразование То Здесь надо Комплекс инструментов Иметь ввиду Да Но это один из них Вот Нет Это нефть есть Вот эта вот Та часть Та половина Которую Тот же Уолл-стрит-джорнал Так сказать Инспектировал Она во всяком случае Числится То есть понятно Где это Что это за нефть Она По бумагам Существует Да Вот А Остальное Вот тоже То есть здесь Колоссальный объем Манипулирования Рынком Но еще раз говорю Манипулировать Можно тогда Когда есть реальный профицит Профицит есть Есть Мы не можем Этого отрицать Именно поэтому Манипулирование Бывает эффективным В тот момент Когда на рынке Складывается дефицит Манипулировать Гораздо сложнее Скажи А чего ждать Нам от визита Барака Хусейновича Куда Ну В Савдовской Аравии 20 числа Типа прибывает Он все время Куда-то ездит Ничего не ждать Чего нам можно ждать Ну мы вот обсуждали В первом части Это неприятная поездка Для него Скандал возникает Там в Америке Ну типа Саудитов Судить собираются Ни много Ни мало За соучастие В 11 сентября Вот Закон В Конгрессе Рассматривается О том Что Преодолеть Биль О том Что Иностранное государство Могут быть судимы В американской юрисдикции Американскими судами Ну вот Они же вынесли В суде В американском Значит Обвинение В отношении Ирана А теперь К тому же Судье попало Другое дело Этот судья Этот же судья Отказал По делу В отношении Саудовской Аравии Именно по причине Иммунитета До страны Невозможности Наложить на Суверенную страну Санкции Этот же судья Тот же самый Ну Нью-Йорк Таймс Пишет Например Буквально В конце недели Написало Что Ну Приехал Саудовский Министр Иностранных дел Для подготовки Визита Барак Хусейновича И сказал так Что если вы нам Вот эти санкции Впишите И штраф И будет судебное решение Значит будет Заморозка Активов Саудовских То мы Немедленно Начнем Распродажу Американских Активов Немного Немало На сумму 750 миллиардов Это торг Который Который Саудиты Ведут Все время Сейчас он Очень острый Поскольку Действительно Отношения Сложные Саудиты Очень раздражены Американским Сближением С Ираном Очень И значит Формула Что Америка Перешла на сторону Шиитов Воспроизводится Американской прессой Это не я придумал Эту формулу Вот И американскими Специалистами Политологами Значит Это будет Сложный Закрытый Торг В котором Между прочим Будущие выборы И проблемы Финансирования Тоже Имеют Значит Некоторое касательство Ну пусть торгуются Они вряд ли будут Публичить Если только В целях Разогревания Скандала Да Шантажа Взаимного Вот И Сирия Раздражена Саудовская Аравия В значительной степени Это не та формула Потом они почувствовали Возможность игры Они Изменились Изменили В какой-то степени Рисунок отношений С Россией Потому что Это была Истерия Антироссийская Сейчас ее нету Сейчас есть возможность Хотя бы разговаривать Вот Будут торговаться Чаще Все в общем Достаточно стабильно То что касается Нефти Достаточно стабильно Главное Что Выявилось В процессе кризиса Что Российская нефтянка Гораздо устойчивее Чем Нефтяная промышленность Подавляющего Большинства Стран Производителей Слушай А я Ничего не путаю Недавно же Прошла информация Что По капитализации Ваша компания На первое место Вышла в Россию Ну вышла Правда Там колеблется Мы примерно Сравнялись Да Да Вышла на первое место По капитализации В Лондоне Вот Непосредственно В Лазанне На конференции ФТ Главный редактор ФТ Поздравил Кстати Выразил удивление И восхищение Да Поздравил Евгения Сечина Значит С этим Вот Но это такая Удивительная история На самом деле Потому что Компания под санкциями Находится А наш партнер Замечательный Под санкциями Не находится Мы желаем Всяческих успехов Газпрому На самом деле Но Еще раз Повторю Налоговая нагрузка Вдвое больше А потом Давайте читать Капекс Что Газпром Нового Открыл За это время То есть Что он вложил Не труд Советских людей Миллионов Да А своих Собственных денег Бываненкова Есть большое Практически 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 Остальное Это советское Наследие Да Вот И монополист Между прочим И очень жестко Защищает Свою монополию Экспортную Да И много Еще Всяких вещей Я не буду Все перечислять Потому что Ну не хочется Все таки Это Становой хребет Российской экономики Да И хотелось бы Чтобы он таковым Оставался Но я возвращаюсь К тому что Российская нефтянка Я не стал здесь Выпячивать Компанию Роснефть Которая в этом смысле Абсолютно Так сказать Отражает эту тенденцию Вот У нас самые Низкие Операционные издержки В России В том числе И Они сопоставимы Ну меньше Наверное Только в заливе Но там извините Меня совсем Другие условия Вот Так вот Выяснилось Что Российская нефтянка Наверное Самое устойчивое Потому что Если мы возьмем Страны залива Ну в первые часы Остальное Мало значения имеет То там Колоссальная Бюджетная зависимость Они-то щеки надувают Но у них ничего нет Кроме этого Просто ничего нет Вот Это можно Сколько угодно Кричать про модернизацию У нас таких крикнов Про модернизацию Плюнешь Попадешь Значит Вот немедленно Слезем с нефтяной иглой Ну вот Как Саудовская Аравия Будет слезать С нефтяной иглы Это значит Зрелище Достаточно Забавное На самом деле Вот Боюсь Что к тому же Еще и Малоги геничны Вот Ну вот Это очень важный Важный Вывод Из этого Кризиса Что стабильность Которую признают Инвесторы В том числе Инвестиционные игроки В мире Признают Не является Нефтяная промышленность В России И уязвимым местом Не является У нее есть Другие уязвимые места У нас Значит Наши экономики Рулят Так называемые Финансисты Самое уязвимое место В России Это финансовый сектор Он не просто Уязвимый Он уязвляющий Потому что Финансовый сектор Душит Российскую экономику Мы с тобой много Это обсуждали И на самом деле Там не только В радиоэфире Вот столько лет Сколько мы с тобой знакомы А это уже Больше 15 лет Мы с тобой общаемся По всем этим вопросам И мы это обсуждаем Что там Кудринская Бухгалтерская концепция Конечно позволила Систематизировать Наши доходы И расходы Но она совершенно Не позволяет Ты осторожнее С Алексеем Леонидовичем Он теперь у нас Не на обозначение Занял место По-моему ранее Занимаемого Иларионовым В нашей Значит Административной системе Ты на что Ты на что-то намекаешь Ты хочешь сказать Что Алексей Леонидович Дальше пойдет По пути Иларионова Ну он все время Как бы На этот путь Забегает Да Значит на самом деле Ему это Ему это не нужно Понимаешь Ему это не нужно Потому что он ценен Как человек Который оказывает Тотально идеологическое влияние На Российскую бюджетно-финансовую политику Да Ну не только Если он Если он Начнет Бегать по Майдану Значит В оранжевых трусах То Наверное Его влияние Может уменьшиться Хотя Практически Он к этому Приблизился Да Вот Значит Вчера В Риме Состоялось заседание Такого Такая структура Если называется Трехсторонняя комиссия Ее придумали В свое время При Картере 73-й год По-моему Придумали Вот 73-й еще не Картер был Нет Картер в 75-го 73-й это Никсон Автор ее Бжезинский Вообще Ну значит позже Вот Позже значит Да По-моему Значит Это такая Такой Вот интеллектуальный клуб По В общем-то По борьбе с Коммунизмом Да С советами И так далее Да Это У нас еще есть коммунизм Нет У нас Я знал что всегда Ничего более постоянного В чем временно Мы же реинкарнат Реинкарнация Да Реинкарнация Вот эта трехсторонняя комиссия Проводит заседание Первая сессия посвящена Называется Куда идет Россия И там присутствуют Видные Западные И видные Американские Собеседники Вот интересный состав Собеседников И потом вопрос Это Это не доха конечно Но вот вопрос о том А вообще вы С кем Ребята И что собираетесь обсуждать Значит С российской стороны Там присутствует Кудрин Вот Значит Юргенс Известный товарищ Да Который Значит На раннем этапе Президентства Дмитрий Анатольевича Медведева Предлагал нам Вступить в НАТО В качестве Ну вообще Ставил это Реальной политической целью Вот Значит Значит Владимир Мал Значит А с Той стороны Я не знаю У меня такое ощущение Что они может быть Справочку не заказали На участников Но один человек Это Анжелий Лиховский Ну солидный человек Министр Иностранных дел Министр экономики Польши Бывший Вот Но человек Обладающий Устойчивой Польской Любовью к России Да Вот Поэтому Значит Обсуждение Имеет широкую перспективу Безусловно И значит Главный Основной Как бы Участник Пола Добрянский Пола Добрянский Дочь Льва Добрянского Человека Который Нашел и воспитал Кэтрин Клер Чумаченко И приклеил Потом Которая нашла И воспитала Ющенко И всю эту вот Оранжевую Мерзоту Человек Который Курировал В внезапном Знакомстве В самолете Случайно оказались На соседних креслах На одной высоте На одной высоте Буквально Как Просказать Богу Прервал Тремис Это очень смешная история Значит Который Курировал По линии Госдепа Всегда Курировал Значит Ну Все эти Бандеровские Нацистские Крушики И так далее Да Восхищался Публично И печатно Значит Ауновскими Полевыми Командирами Который Значит Курировал Вместе С Полой Она тоже В этом Активно Участвовала Потом И занималась Этим Так называемой Организацией Порабощенных Народов Это Был Подожди Это же вообще Создание Пятидесятых Годов Да 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 Так вот С тех лет Это вот Это Просто люди Которые Выросли На Значит Не просто На Холодной Войне Да А на Спецоперациях С вовлечением Суда Ну Конченой Конченой Сволоты Просто Просто Они курировали Конверсию Бывших Нацистских Преступников В Национально-заводительные Движения Из Так сказать Национальных Образований Советских Национальных Там Групп Различных Да Всех видов В первую очередь Украина В первую очередь Украина Это человек Который Вот Вложился Павел Добрянский В украинскую Оранжевую идею Да С ней Очень интересно Обсудить Будущие пути Разбития России Ну конечно Экономической Политикой Заниматься Это же скучно У нас же все В порядке У нас все В порядке Стрелянской Политики Мы достигли Идеала У нас лучший Председатель Центрального Банка Восточной Европе У нас лучший Министр Финансов В прошлом Нет Ну я считаю Что Суланов Достойный Министр Почему он Что хуже Что ли Хорошо Сейчас новости Обсудим Это сразу После новостей Формула Смысла 9 часов И 34 минуты В Москве Мы продолжаем Нашу программу В гостях Михаил Леонзев Много вопросов Да На тему О формуле Смысла Да Именно По теме По теме Программы Если женщина Залезла В клетку К тигру За шляпой Что мешает Целая женщина Что мешает Тигру Вылезти Из клетки За женщиной Например И потом Его поведение Тоже будут Называть Безответственным И подающим Дурной пример Другим тиграм Которые тоже Все полезут Из клеток Я протестую По поводу Другой части Новостного Сообщения Где было сказано Что причиной Роста цен На нефть Были ожидания Договоренности В ДОХе Ну не надо Привлечивать Идиотизм Основных Участников Рынка Вот Это Причиной Повышения Цен Было Понимание Того Что Ну во первых Было реальное Сокращение Добычи Запасов В США Начнем С этого Вот И Именно Поэтому Отскок Ну спекулятивный Отскок 7% Тоже Яхти какой Великий 7% Если бы Причиной 50% Повышения Было ожидание ДОХе То 7% Отскок На спекулятивном Пике Был бы Невозможен То есть Он был бы 50% Или 60% С дальнейшим Восстановлением На уровне 50% То есть На уровне Как бы До ожиданий Но этого Не происходит И не произойдет На самом деле Потому что Значит Рынок Чувствует Он будет Волатильным Мы говорили Что если Не будет Никаких Такого рода Даже если Будут Документы Когда не будет Достигнут баланс Рынок будет Волатильным В силу того Что инструментов Управления Им нет А есть Огромное количество Инструментов Наоборот Манипулирования Рынком Огромное Да И они все работают И люди на этом Зарабатывают деньги Они так живут Это их Продукт Волатильность рынка Есть продукт Их жизнедеятельность Вот Какашка Выделяется Из коровы Из них Выделяется Волатильность Вот Слушай Ну давай Все таки Вернемся К этому Римскому заседанию То есть Я понял Прекрасный состав Прекрасный состав Участников Я не против Того Чтобы Наши люди Позволю себе Назвать Ну Хотя бы Володь В Бур Да Хотя бы Володь В Бур Наши люди Встречались с их людьми И разговаривали На всякие темы Вопрос в том Насколько Продуктивен Диалог Со специалистами По истреблению России Конкретно Да Там же не присутствовало Никаких Это открытая Закрытая встреча была Мы знаем Что они там обсуждали Попытка Попытка Журналистского Так сказать Проникновения На встречу Была организаторами Пресечена Встреча закрыта Вот так Ну я не знаю Но может быть Алексей Леонидович Как сотрудник Администрации Отчитается Перед органами Ну а Дюргенца Наверное Нужно Безмысленно Что он Но Дюргенц отчитывается Перед другими органами Да Вот Интересная кстати Компания Я думаю Вот Кудрин Мао Это те кто у нас Экономическую политику Определяют С Дюргенцем Все понятно И вот в этом составе Они встречаются С этими товарищами Ну я бы сказал Что Володь Мао Вменяемый человек Вменяемый И Он В общем Больше академический человек Но Я же не врач Психиатр Я его вменяем Экономическую политику У нас определяет Конечно В значительной степени Предопределил Ну вот Мы можем с тобой поспорить Но я с трудом Отличаю Все-таки Разницу В концепциях Владимира Мао И концепциях Ясина Но с трудом Я нахожу там разницу Извини Но у Ясина К сожалению Нет уже давно Никаких концепций Ну такие же То что Все многочисленные Центры Высшей школы экономики У нас Предписывают регулярно Они пишут исследования На которые опираются Видные наши министры Финансово-экономические Извини Я тебя прервал Здесь было сказано Кстати Что вот Значит Вот они все Должны понять Наша помощь Пробой здесь Рассуждали Про Россию НАТО Слушатель По-моему Сказал Что вот Войну ведет Не экономики А люди Это отчасти правильно Конечно Вот Но Из этого Было бы крайне ошибочно Сделать вывод Что по этому поводу Вот А у нас Танки бегают И нам экономика Не нужна Да Вот Не будет экономики Не будет танков Парадокс заключается В том Что И Оборонная промышленность Российская И тот Оборонный экспорт Кстати О котором Здесь говорили Который Является В общем Таким Якорем Нашей Не второсортности На всяком случае Да Потому что Это признание Рынком Перфекционизма Нашего В области Вооружения Никто В мире Не покупает Вооружение Похуже Да Конечно Цена Имеет значение Простота Иногда Имеет значение Технологично Это не значит Что не хуже Значит Что не лучше Да Вот и все Вот Для того Чтобы воевать Для того Чтобы обеспечивать Безопасность Танк Похуже Не годится И пушка Которая Стреляет Чуть Короче Чем пушка Противника Тоже Никому Не нужна Свежее Сообщение Индия И Китай Ведут Переговоры По покупке С-400 Триумф Но Владимир Кожин Помощник Президента ПВТС Военно-техническому Сотрудничеству Сказал Что Для России Первоочередным Будет Постановка Этих Систем На наше Вооружение Они уже Стоят Я знаю Что они Стоят Сейчас Стоят Разрабатываются Вот Но Эта промышленность Существует Вне Рамок Действующей Экономической Модели Она как бы Выведена Что На ней Неплохо Сказалось Нет Она просто Не могла Существовать Потому что В рамках Этой модели Ничего Существовать Не может Реально Ничего Вот Мы существуем Нефтяная промышленность Существует Но она Является Донором Этой модели Реально Все Риски Связанные С российской Нефтяной промышленности Находятся В области Фискальной То есть Когда Товарищам Нужно Сбалансировать Свой самый Сбалансированный В мире Бюджет У нас же Сейчас Вот В условиях Кризиса Бюджетный Дефицит 3,5% Прогнозируем Будет Меньше Потому что Мы Будет Меньше Потому что Мы же Никогда Не выбираем Те деньги Которые У нас Есть У нас Вечно Остатки Наконец Года Покрают Не считаю Что Бюджетный Дефицит Это Такое Счастье Большое Но Это Не горе Живут Странные Особенно Когда Вам Нужно Раскочегарить Экономику Но Это Не самая Большая Проблема Не Самая Совсем Не Самая Вот Бухгалтера Наша Экономика Управляет Бухгалтер Вот Горе Организаций Где Бухгалтер Захватывает Власть Экономическую Потому что никаких Проектов развития Не будет Да В этом случае Да Но зато Будет Все очень Хорошо Сбалансировано Вот Ну да И вот это Замечательная Встреча Произошла В Риме Но мы будем Следить Спасибо тебе Что ты рассказал Интересно Может быть Кто-нибудь Спросит Значит Что там Да Алексей Леонидович Особенно Интересно Значит Выступление Содержательное Выступление Пола Добрянского И Объективочки Берите На людей С которыми Вы встречаетесь Хотя бы Хотя бы Соображение Личной Гигиены И Ну как бы Как говорил Один очень хороший Бизнесмен Подписываю Любую бумагу Думай Что ты будешь Говорить Прокурор Хорошее правило Хорошее правило Ну что Здесь тогда Точка Да Здесь точка Мы обсудили Да Поскольку Это секретная Встреча Обсудили Секретная Встреча Не знаю Да Мы развить Эту тему Не можем Но сам факт Этой встречи Он Конечно же Любопытен Ну вот Соответственно Тут еще Мы НАТО обсуждали Да В предыдущем Часе Перед тобой Неожиданную Инициативу Их же Инициативу Срочно провести Заседание Совет Я бы не обольщался Вот Я бы не обольщался Вот эти вот Они нас признали Они нас не признали Да Да Они поняли Что отсутствие Наверное Может быть Например Мне кажется Что отсутствие Технической координации Может вызвать эксцесс Потому что Когда Кэрри Заявляет Что Значит Американский эсминец Мог сбить Российский самолет Но это же не Турция Вот И тут И это не помидоры Ну тут Понимаешь Даже не техническое Ведь они же Повестку Которую они Объявляют Это та же Украина Значит Вот в повестке Да Вот они теперь Решили Что Совет России НАТО Должен Пообсуждать Реализацию Минска-2 Почему-то Ну Мне кажется Что это негодный формат Для обсуждения Реализации Минска-2 Во-первых Россия не является Участником Минских договоренностей Она Как и Европейские И НАТО Не является Да То есть Это Как сказать Ненадлежащие Участники На самом деле Ну там Виднее Нашим У меня Мало претензий К российской дипломатии Это сильная сторона Да Одна из наших Образделений Наверное 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 Товарищи Понимают Зачем они Это делают Ну да Но это Американцы Объявляют Эту повестку А наша же позиция Не будет соответствовать Американской Ну встретимся Поговорим Сейчас новости Мы продолжим Сразу после новостей Формула Смысла 948 в Москве Возвращаемся в программу Ты хотел продолжить еще Я хотел просто Отрефлексировать новость Сказанную Была ссылка на новок Цитата Да Значит Он сказал Что встреча в духе Не оправдала ожиданий Можно бы конечно Сделать вывод Что новок у нас Наивный человек У него есть какие-то Ожидания Которые могут быть Неоправданы Вот он ожидал Ну мне кажется Что это тоже не так Совсем На самом деле Новок Я бы просто Чтобы слушатели Поняли Что имеется ввиду Собственно Никто особенно Ничего не ожидал Хотелось бы конечно Ну хотя бы Информационную координацию То есть чтобы Не гадить В информационном пространстве Подпитывая спекулянтов Что делают Отдельные деятели Там например Есть специально обученный Принц Саудовский Да он выходит Только с одним заявлением Он все время Просто вот Выскакивает Как черт из табакерки И говорит какую-нибудь Глупость несусветную Да Вот Он кстати между прочим Либеральный реформатор Это характерно Это неудивительно Это характерно Да Вот Значит Либеральные реформаторы Можно знаешь почему Отличить Они ужасно суетливы Вот как ты видишь Суетливого человека Да Который все время Выскакивает И что-то такое Заявляет Точно он Либеральный реформатор Так вот Значит Ну вот Просто Россия Продемонстрировала Лояльность рынка Ну Нам предложили договориться Сказать Да мы готовы Разговорить Мы договоры Способны Мы В отличие от некоторых Кстати моментов Нашей истории Готовы Соглашение С другими Участниками Рынка На разумных Основаниях Вот Более того Мы были даже Готовы Договориться С Вычетом Ирана Вот Саудовская Аравия Никак не согласна С тем Что Иран Будет наращивать Добычу Хотя Эта добыча Она одинаковым Образом Как бы Мешает нам И саудитам Да Это не какая-то Отдельная Добыча Антисаудитовская Да Она просто Добыча Вот При том что существует Опять же Понимание Рынка Уже оно Подтверждено Фактами Что способности Ирана Быстро нарасти Добычу Они были Сильно преувеличены Ну да Сколько то они будут Ирана наращивать Но что Иран Возвращается на рынок А при тех ценах Которые сейчас существуют Да При тех ценах Которые сейчас существуют И при тех условиях Которые иранцы Периодически Представляют инвесторам Привлечь инвесторов Будет крайне сложно А у нас же Этот же самый Либеральный Пимин Сказал что Саудовская Аравия Не нуждается В высоких ценах На нефть Ну конечно Он же либеральный принц Он же слезает С нефтяной иглы Вот он с нее И слезал Публично Публично слезал Цепляясь за иглу Штанами Понимаешь Вот Он еще Министр обороны Приложивший руку В победоносной войне К теме Он лучше Гемен победил бы Великую державу Мировую Вот Значит Там даже не держава Там действуют Просто отряды повстанцев Ну правильно Но это Елен Держава-то сбежала Нет Ну поэтому Понимаешь У него есть Свои-свои соображения Потому что Могут что спросить Про Елен Если он не будет Слезать с иглы Вот Значит Это сфера ответственности Прямой Да То есть В принципе Хотя Ответственности Саудовский принц Понятия странные Не очень сочетаются Слушай Просят слушатели Обсудить еще одну новость Текущую Твое мнение Людей интересует Что значит Происходящий импичмент В Бразилии Дил Мурсеф Там пытаются Значит Снять с поста Как выдающийся Бразилии Бразилевед Бразилиолог Могу сказать Что значит Это сложный вопрос Нет Понятно Что там Весь коррупционный скандал Который начался Вокруг нефтяной компании Бразильской Которая Находится В очень тяжелом положении Поэтому Понятно Ну у них дорого все Они вот как раз Выпадающие В условиях Таких цен Товарищи Вот Значит Бюджетная 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 Я далек от мысли Что Бразилия Полностью Жила коррупцию Но совершенно Понятно Что там идет Какое-то циничное Манипулирование Такое В общем Что-то украинское Есть неуловимое Во всем этом Да вот Как это Свержение Юценюка Вот это Мне все Напоминает Потому что Значит Основным Организатором Всего этого Является Вице-президент Который Однопартиец Значит И по отношению Которому Самому Возмуждено Как у нас Говорят Уголовное Дело То есть Там решаются Какие-то Вот Ну Понятно Что Колоссальная Страна Которая Сбоила У нее был Очень мощный Рост Сбоила По всем Разным Показателям И значит Это очень Хороший Повод Искать Рыбку Ловить Рыбку В мутной Воде В том числе И опять же Без Американцев В такой Стране Никогда Не может Обойтись Потому что Всякие Такого рода Вещи Это повод Восстановить Утраченные Позиции Бразилия Не вела себя Как Венесуэла И даже Как предыдущая Аргентина При госпоже Киршне Скромнее Была Скромнее Была Она гораздо Больше Связана Соединенным Штатом В том числе И прямыми Политическими Контактами Зависимостью И так далее Вот И капиталами И банками И всем остальным Да Вот Значит Ну очевидно Можно всегда Еще что-то Оттоптать Потому что Бразилия Была членом Брикс Вот И В общем В разных Альтернативах Принимала Посильное Участие Ну да Чтобы не активничало Особо Но меня конечно Вот Но я еще раз говорю Степень Степень Моего проникновения В бразильскую Жизнь Не такова Ну я не являюсь Большим специалистом Значит По Дону Педро Как у нас В замечательном кино Было сказано Но меня порадовало другое Значит там понимаешь Вот они Дилму Русеф Типа Импичмент Но при этом У нее есть обвинение В том что она Как-то там Общественные средства Для своей избирательной Компании Использовала Но дальше Если ее Отстраняют То должен Вице-президент Исполнять обязанности Но он тоже Не может Потому что Против него Фактически Несколько уголовных Дел по коррупции Но если И его Отстраняют Потому что Там тоже Процедура импичмента Запускается То должен Глава парламента Нижней палаты Парламента Исполнять обязанности Но он тоже Не может Он тоже Находится Под расследованием Уголовным Как тебе Такая картина Ну я же тебе говорю Что это Украина В какой-то степени Похоже Похоже Украина Да Вот Только она Не нашла Свою Россию Вот Проблема в том Что Им бы войну Объявить Парагваю Хотя бы Кто там Есть Уругвай Кстати Уругвай Меньше Совсем Да Вот И как бы Ну Да Единственное Что мы можем Это все-таки Пожелать Бразилии Стабильности И Быть буквой Б в аббревиатуре Брикс Все-таки Бразилия Восстановится Да Ну вот это вот Такая вот Не хочется быть Бразилией Вот Были бы мы Бразилией Ну и чего И вот Вот это нормально Да Это нормальное Состояние Страны Которая Росла Благодаря Некой Конъюнктуре Внешней А потом Благодаря Этой Внешней Конъюнктуре Перестала Расти Так Жить нельзя Так державы Не живут Если они не державы То надо держать Себя В руках И находиться На том месте Значит В мировой Политической Истории На котором Тебя Поставили Обстоятельства Вот Вот и вся Весь урок Из этого Бразилии Не надо быть И Бразилию Привозили нам В пример Одно время Что вот Как она Значит Кстати Между прочим Некоторые В некоторых вещах Чрезвычайно Убедительный Пример Но мы Сейчас Пытаемся Всеми силами На базе Суперджета Восстановить Значит Нашу гражданку Хотя В общем Не факт Что это Оптимальный Вариант Ну вот Ну какой Бразилия Бразилия С нуля Бразилия С нуля Создала Мощную Гражданскую Авиационную Промощность Кстати Не имея Никакой Особенно Военной У них Есть великое Достижение Военной Авиации Это значит Супертукана Самолет Он Очень похож По-моему На Як-3 Внешний Вот Такой Пропеллер Ну собственно В джунглях Гоняться За торговцами Ничего другого Да Понятно Вот Значит Гражданскую Авиацию Создали Эмбрайр Абсолютно Какое Своё Секторы Региональных Полётов В том же В том же Сегменте В котором Существует Наш Суперджет Кстати Вот С нуля Мало Кому Удавалось В мире Вот Японцы Сейчас Пытаются Ну Китай Создает Что-то Да Вот При этом Значит Слух О китайском Технологическом Величии Он Сильно Преувеличен Я ещё раз Приведу Пример Самолёта Пятого поколения Который они Срисовали Наверное Я думаю С фотографий Да Он так выглядит Модно Модно Выглядит Но Значит Двигатель Четвёртого Поколения Они Перерисовав Его С реального Двигателя Поскольку у них Этих двигателей Дикое количество Они вынуждены Покупать у нас Для скопированных Наших Сушек Двадцать седьмых Двигатели Они Полностью Покупают у нас Вот Это вот Между прочим Да Ну вот Про авиацию Я считаю Ты вот Выразил сомнение Я считаю Что нам надо Мы напрягаемся Сейчас Надо ещё Напрячься И Отвоевать Сектор Гражданской Авиации Отвоевать Для того Чтобы отвоевать Сектор Гражданской Авиации Должны быть Условия Приобретения Российских самолётов Не хуже Чем Боингов Как минимум Да Потому что У Боинга Лучше Ведь для самолётов Очень важна Инфраструктура Обслуживания Да Невозможно Обслуживать Самолёты Если их Девять Вот как было Этих самых Двести четвёртых Тушек Конечно Ну как Какую инфраструктуру На девять самолётов Даже внутри страны Не говоря в мире Да Вот Значит Должны быть партии Нормальные Должно быть стимулирование Даже если эти самолёты По каким-то параметрам Может быть Были бы чуть хуже Значит Это надо Погрывать Каким-то Я имею в виду Чуть хуже Не потому что Они менее безопасны Это исключено Потому что они Чуть там Не такие экономичные Например Окей Миш Спасибо Спасибо большое У нас новости И после новостей Продолжим Формула смысла С Дмитрием Куликовым И Ольгой Подолян